Это предположение развития чрезвычайной ситуации с учетом реальных условий, физико-географических условий местности и специфики народно-хозяйственной деятельности населения на территории. То есть, это предположение, что может произойти. Когда мы определили, что может произойти, мы начинаем оценивать. Вот это может произойти в горных условиях. А когда оценивать? Мы уже определились чрезвычайной ситуации и начинаем оценивать. А когда это может произойти? Это может произойти в весеннем июне, когда тает снега. Может подвесеть. Какие последствия может быть? Это опять оценивать. Какое время можно вести в народном хозяйстве или в нашем железнодорожном пути? Может размыть вот этот участок железной дороги? Мы это все оцениваем. И исходя из этих парагнозов, мы потом будем строить всю остальную свою работу. Это не значит, что в 20-й поле в этой поле нет из реальных условий, физико-географических условий и особенностей производства хозяйственной деятельности на этой местности населения. Третья задача. Разработка и реализация целых и доступных научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. При организации гражданской защиты наиболевнейшая задача это предупреждение чрезвычайных ситуаций. Как будет предупреждение? О, да. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Не алкофлантрыш. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Другое дело, я вас предупреждаю, вы нарушаете закон, это будет алкофлантрыш. А предупреждение чрезвычайных ситуаций, что это? Алденалово. Вы так хорошо японский знаете. Алденалово. Алденалово. То есть предупреждение чрезвычайных ситуаций, это значит не допустить, не допустить, чтобы эта чрезвычайная ситуация состоялась. Если не можете до такой степени предупредить, хотя бы локализовать ее, не допустить распространения ее на другую территорию. И опять же, это для того, чтобы предупредить, необходимо разработать комплексные программы. С учетом тех оценочных действий, которые были совершены, ладно, до этого. Когда вы объяснили, какие из чрезвычайных ситуаций могут быть, какой вред они могут нанести, лучше разрабатывать комплексную программу. Так, необходимо не допустить вот такой ситуации и нанесение таких-то неходящих предупредствий для объекта дорожного хозяйства. Следующее. Обеспечение постоянной готовности вводного управления, сильных средств предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вот это шутокая, наиклавнейшая задача. Что такое постоянная готовность? Что такое постоянная готовность? Что такое постоянная готовность вводный? По-русски, по-русски, по-русски. Как будет готовность у нас? Усиление у нас. На японском, скажите. Да. Шайли. То есть, готовность. Джангавор, шайли, по-русски, по-русски. Принять меры для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Возникает вопрос. А как достигнуть такой готовности? Что такое орган управления? Я, естественно, это народное хозяйство объектно берем. Здесь на его территории находится цеха, производственные линии и так далее. Но здесь еще есть орган управления. Во главе с руководителем. Который будет осуществлять поставить работу за деятельностью этих объектов. И организовать работу таким образом, чтобы этот орган управления мог очень так же эффективно управлять чрезвычайной ситуацией. Вы знаете, что любая чрезвычайная ситуация – это стресс. Когда люди бросают производственные объекты. Возьмите, что вы видите. Взрыв. Взрыв. Люди все бросают, и они ходят за таком состоянии, ничего не знают делать. А людей надо подготовить таким образом, вот в такой ситуации, чтобы они принимали грамотное решение и начинали действовать, чтобы локализовать вредные последствия этой чрезвычайной ситуации. Не допустить распространения ее. А получается, значит, так, что если первые минуты, часы чрезвычайной ситуации не будут приняты меры по предупреждению, потом уже будет поздно. Когда, значит, зона поражения чрезвычайной ситуации расширится и будет нанесен в 2-3 раза больше материальных лучей. То есть от первых минут и до этого, когда производится прогнозирование, оценка, сразу определяется. А какова мощность возбудет того же взрыва? Или какие пожары, маршапные пожары могут уносить? Как их локализовать, чтобы не допустить распространения? То есть это число должно быть отображено в тех нормативных документах, которые готовятся для поддержания постоянной готовности сил и средств органов управления для действий в условиях чрезвычайной ситуации. Следующее. Сбор, обработка, обмен и вылечивающая информация, в условиях чрезвычайной ситуации. На всех уровнях создаются дежурные службы. Или же лица, которые руководят конкретными структурами, находятся на постоянной связи. Допустим, почему у нас в празднике во всех органах государственного управления создаются дежурные службы? Даже в Махале. Глубоко за облачь находятся представители структур Махале, которые сидят и дежурят для того, чтобы в случае, если возникнет такая угроза, принять необходимые меры и поскорее ликвидировать чрезвычайную ситуацию. И вот в ходе своей деятельности руководство данных структур должно проводить постоянные занятия по повышению эффективности сбора, обработки информации, касающейся ситуации. Если люди не будут научены этому, то в нужный момент не будет получена информация, не будут оповещены соответствующие команды, которые должны действовать в условиях чрезвычайной ситуации, и будет нанесен большой ущерб от нем. Следующее – это подготовка населения. Подготовка населения – это, опять же, тренировки, обучение, разъяснение, как население должно действовать в условиях складывающей ситуации. Следующее – создание резерва финансовых материалов средств на каждом объекте, как на предыдущем занятии я говорил, что, допустим, для того, чтобы обеспечить постоянную устойчивость, повышенную устойчивость к возможным чрезвычайным ситуациям, необходимо на тех же перегонах между разъездами иметь соответствующие резервы, шпал, рельсы, которые можно было бы в экстременном порядке использовать для восстановления движения по железнодорожным путям. Следующее – это осуществление государственной экспертизы и контроля в области защиты населения и территории. Кто мне скажет, что это означает? Осуществление государственной экспертизы и контроля в области защиты населения. О чем это речь? Осуществление государственной экспертизы и контроля. Что это такое? Причем здесь гражданская защита, экспертизы и контроль? То есть структура органов управления нашей страны создают соответствующие эксперты, учреждения, которые осуществляют проверку на всех уровнях, начиная от факторов города, района, области и проведения. Создаются ли планы, вот эти накрыли, концепции, стратегии на каждом этапе? Готовятся ли они к ликвидации через часть страны? Есть настолько безответственные руководители, которые думают, что на нашем предприятии ничего не произойдет и не занимается реализацией мероприятий по обеспечению гражданской защиты. И в результате этого там происходит порушение технической безопасности, возъявляющей случайной ситуации и наносится непоправильный ущерб интересам государства. Вот эти эксперты и контрольные учреждения как раз и занимаются тем, чтобы не допустить такого халатного обращения. Следующее, ликвидация чрезвычайных спасов. То есть, если чрезвычайная ситуация произошла, нам бы удалось предупредить и локализовать, на каждом этапе должны быть в наличии силы и средства, которые позволяют ликвидировать чрезвычайную ситуацию. А что такое ликвидация чрезвычайных спасов? Кто скажет, что такое ликвидация чрезвычайных спасов? Риквидации, его заранее. Шшш! Пожалуйста. Чего? 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 Да. Что такое? Риквидация. Риквидация. Давай, все мои полосы. Пожалуйста, на английском можете. Садись. Кто может сказать? Что такое ликвидация чрезвычайной ситуации? Ликвидация. Как переводится ликвидация на узбейский? На браке. Что это значит? Это перевод, а смысловое значение. Садись. Устанись. 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 Поясните, например. Так. Например. Устанись. Например, аварийное знание, да? Через газовую трубу. Например. Здесь, где-то есть, если будет фактическая грана. То же, где-то, 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 где-то. А мы говорим о ликвидации чрезвычайной ситуации. Это когда чрезвычайная ситуация уже произошла, и необходимо принимать меры в углу устранения. Почему я не пытаюсь кому-то сказать? Вот ты ничего не знаешь. Вот ты только на японском. Нет. Чтобы вы осмыслили, о чем идет речь. Чтобы просто эхо здесь не было, а чтобы каждый понимал, о чем идет речь. Поняли свою ошибку? Вы говорите, проверим, чтобы не произошло это предупреждение. Садитесь. А ликвидация чрезвычайной ситуации – это когда, когда уже чрезвычайная ситуация произошла, когда окружающая среда на месте нанесен вред, обгорела, обвалилась, упала. Необходимо осуществить публики мероприятий по устранению, по устранению последствий вреда, негативных последствий чрезвычайной ситуации. И, в основном, работу данного объекта. Кто не понял? Следующее. Это осуществление мероприятий по социальной защите населения. Пострадавшая отчервычайных базов. Что такое социальная защита населения? Пострадавшая отчервычайных базов. Социальная защита населения – пострадавшая отчервычайных базов. Что это означает? Поняли? Нет, не говорю. То есть, это создаются соответствующие государственные службы, Которые осуществляют обход, подводный обход Каждый год готовит и оценит Вот наводнение сеть было Что, какой ущерб вам нанесено У одного только балхана водой снесло Крыша все, исток остался на улице У другого народа балхана осталось А дом с размыло все, негде жить И вот эта комиссия актирует это состояние И решает вопрос Соответствующие структуры У которых имеется на такие случаи Соответствующие резервы финансовые Для оказания помощи И вот я на грейский случай Часто упоминаю Там точно так же Осуществили подборовой обход Оценили, какое время было проявлено население И каждой семье, в зависимости от того ущерба Которого они испытали Было целевой финансирование Они на эти деньги начали покупать Строительные материалы Заново возводить свои дома А кто-то взял на эти деньги Купил квартиру и уехал с этого района То есть вот это социальная помощь Распределения пострадавших Отчрезвычайных ситуаций Следующее Реализация прав и обязанностей граждан В области защиты населения И территории отчрезвычайных ситуаций В том числе здесь непосредственно Участвующих в их ликвидации Что это такое? Вспомните Мы когда проводили первую тему Говорили В соответствии с этим Другим законодательством Где сказано Закон о гражданской защите Там расписано Права и обязанности наших граждан В сфере гражданской защиты Никто не имеет права Вот вы оказались в чрезвычайных ситуациях Вы пенсионер Вам 25 Изменение Зачем? Если вы Не оказали помощь Ближе ему Когда он там тонет Или находится под завалами А вы прошли мимо И думая только о себе Пробежали дальше В соответствии с действующим законодательством Вы подпадаете под уголовное преследование За то, что вы стоите в чрезвычайных ситуациях Вы не оказали помощь Тому, который находится в тяжелом состоянии И поэтому Вот эта ситуация Чрезвычайных ситуаций Как раз рассматривается через эту призму Все неправильно реализовали Свои права и обязанности Если были люди Которые Жертвовали своей жизнью Доставали кого-то там Значит Из подвала Значит Оказали первую медицинскую помощь За счет этого Спасли жизнь Несколько людям Их надо плащить Не только Медалями и ординами Но и материальными планами Теми же Значит Денежными приемами Или какими-то другими Значит Подарками То есть Это Должна оценка И такая цель Насколько реализованы права Если человек пострадал Я допустим Живу в Ташкенте Но по какой-либо судьбе Я оказался в Англии Когда произошел Поползе Мне поводили ногу Мне Когда оценивали Я даже там не прописан Многие говорят Вы подпадаете Под чрезвычайную ситуацию И вам положена Такая-то денежная компенсация И вы имеете право На бесплатное лечение То есть Вот это решение Вопросов по реализации Обязанностей Правд людей Проживающих Там Здесь произошла Чрезвычайная ситуация Следующее Международное здоровье Что В области Защиты населения И территории От чрезвычайной ситуации О чем идет речь Насчет лишней Ситуация такова Что Есть у нас Много районов Каждый Мы не можем Попасть на свою территорию На свою территорию Не зайдя на территорию Сопредельного государства Например Если мы даем На перевале Комчи Произойдут какие-то Серьезные Древние Древние И С нашей территории Не можно будет Попасть на мир Нам придется Опять же Через Хаджет Девятый Там где Железная дорога Есть И выходить туда Для того Чтобы Оказательной помощи Значит Чрезвычайной ситуации То есть Заблагоприятно Должны Составляться документы На сегодняшний день Республика Кузьминстан Со всеми Собретениями Государствами Со всеми Собретениями Государствами Заключил Такие Международные Соглашения Как на уровне Значит Преграничной Небитории Так и на уровне МЧС Вопросы есть По этой части И последнее Обеспечение Оптимальной Системы Страхования От возможных Чрезвычайных Ситуаций О чем И это речь О каком Социальном Страховании Вы Медстраховании Медицинское Страхование Машиновое Страхование Как Абарк Продолжение А сейчас О чем Мы идем Речь Вот тут Обеспечение Оптимальной Системы Страхований От возможных Чрезвычайных Ситуаций Это Оптимальное Страхование Надо еще Будет На уровне Руководства Страны Должны Разрабатываться Международные Акции Которые Обеспечивали Систему Страхований На случай Возникновения Чрезвычайных Ситуаций И Значит Население Которое Попадает В такие Ситуации Чтобы Им Страховыми Компаниями Или Страховыми Учреждениями Выдавались Соответствующие Страховые Компенсации Что такое Страхование Вы Определенно Вот знаете Что вы Находитесь В горы Вы знаете Что часто Бывает А с вами Так Вам Приходят Представители Компании Застрахуйте Свою жизнь Застрахуйте Свою долю Вы платите Если То Значит 500 Миллионов А вы Каждый месяц Платите Там 50 Миллионов 5 Миллионов Для вас Это Низер Так И вы Платите Эти деньги За счет Этого У государства Создается У этого Страхового Компания Создается Резерв И При Возникновении Такой Чрезвычайной Станции Из Суммы Осущается Оплата Вам Страхового Полюса И Выдача Эти День Жития Вот Что Касается Первого Вопроса Сегодняшней Лекции Вопросы Есть Переходим Ко Второй Итак Основными Задачами Органов Управления Объектового Уровня Является Запишите Основными Задачами Органов Управления Объектового Уровня Является Основными Задачами Основными Задачами Органов Управления Объектового Уровня Является Первое Руководство Разработкой И Осуществлением Мероприятий По предупреждению И Ликвидации ЧЕС Руководство Разработкой И Осуществлением Мероприятий Руководство разработки и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Руководство разработки и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Запитает повышение надежности и устойчивости работа объекта при ЧАЭС. Руководство разработки и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации.